Когда Юлия принимала предложение руки и сердца от Магомеда, она и предположить не могла, что их история закончится так. Сегодня в зале суда женщина обвиняет бывшего мужа в применении психического и физического насилия. 2 апреля бывший супруг пришел к ней на съемную квартиру, а дальше началось страшное. В течение 15 часов Магомед, как рассказывает Юлия, избивал ее, не давая ни уйти, ни позвонить. Даже на сегодняшний день я не могу понять, до моей головы не доходит, как можно совершить такие дерзкие, страшные преступления по отношению к человеку, которым ты жил, который был твоей второй половиной, с которым ты ел с одного стола. Для меня это непонятно. То есть, если в отношении меня совершается такое преступление, какие могут быть преступления по отношению к другим людям? Сегодня Юлия настаивает, чтобы ее бывшего супруга посадили. Родственники Магомеда уже предлагали ей компенсацию, но от любой помощи девушка отказалась. На судебном заседании Магомеда Бабаева приехал поддержать отец. Подсудимый уверяет, что и сейчас они публично готовы принести свои изменения всей семьей. Не было, чтобы мои родители не приезжали к вам, Юлия. Приезжали. Зачем вы говорите тогда? Но никто не извинялся. А? Но никто не извинялся. Просили просто забрать заявление. Государственный обвинитель хочет посадить Магомеда на три года и один месяц в колонию поселения. Несмотря на то, что дело рассматривается в особом порядке, гособвинитель попросил суд не учитывать раскаяние подсудимого. Потому что сотрудничать со следствием Бабаев начал только оказавшись в СИЗО. То наказание, которое просила сторона государственного обвинения, обусловлено общественной опасностью совершенных преступлений. Также оценивав совокупность сведений о личности, которые были исследованы в ходе судебного следствия. Сторона защиты просит отпустить подсудимого. Ведь он уже раскаялся, говорит адвокат. К тому же мужчине дали хорошие характеристики по месту жительства и работы. Еще один аргумент в пользу защиты. Магомед уже два месяца содержится в СИЗО. А там один день по закону приравнивается к двум в колонии поселения. Адвокат уверен, на четыре месяца за решеткой достаточное наказание для ее подзащитного. Я прошу реальный срок лишения свободы. Хотя, если говорить о местенахождении самого Бабаева, то реальнее, чем СИЗО, для него срока лишения свободы не бывает. И на сегодняшний день даже государство обратило внимание на то, что должна заработать статья 72 Уголовного кодекса, которая должна пересчитывать время нахождения в СИЗО. В последнем слове подсудимый еще раз раскаивается. Магомед Бабаев уверяет, даже телефон бывшей жены он разбил не для того, чтобы скрыть переписки с угрозами, которые, по словам Юлии, там были. А чтобы посторонние люди не увидели их счастливых совместных фотографий. Все, о чем он сегодня просит, это прощение. Сегодня судебное заседание не поставило точку в деле бывших супругов. Приговор Магомеда Бабаева зачитают в понедельник, 12 октября. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал.